добрый вечер дорогие друзья с вами серафима морозова я представляю наш канал здорово с нами и вот иду домой и хотела поговорить о здоровье опять же что еще говорить конечно самое главное я всегда это говорю это профилактика но чтобы была профилактика для этого надо периодически делать диагностику когда вы делаете диагностику своевременно вы отследите посмотрите надежда пришел ко мне маленький ребенок да я смотрю стопы в порядке плечи в плечи в одном положении в порядке в другом положении не в порядке ребенку 4 года что нужно добавить нужно добавить массаж и жиры потихонечку ну и конечно анти паразитарка и вот так вот начинаю смотреть и таких проблем это у ребенка 4 года хотя по всем основным параметрам для ребенка 4 лет он обычный здоровый ребенком да с паразитарной нагрузкой но здоровый потому что есть дети которые приходят и у них уже идет не только паразитарная нагрузка паразитарная нагрузка для детей это норма потому что у них руки постоянно во рту просто таких детей нужно периодически чистить вот и все а вот приходят дети у которых сильнейшая вирусная нагрузка грибковая нагрузка вот это уже похуже таких детей конечно надо лечить пока но дело в том что причина в матери мать когда была беременная очень много ела сладко и от того что она ела сладко микробиом ребенка уже с грибами понимаете то есть все вот так вот просто на самом деле поэтому надо заниматься здоровьем женщине до зачатия я посмотрю много роликов показывает ой ребенок такой ребенок такой а где вы были до того как забеременели почему вы не занимались своим здоровьем вы что думаете если вы просто забеременели ребенок родиться здоровый нет сейчас другое время сейчас другая еда сейчас другое окружение поэтому если вы хотите здорового ребенка вы должны приготовить свой организм к зачатию и мама и папа а не так курила пила и вдруг забеременела ну и что ладно бросая курить или не бросая курить как повезет малышу поэтому конечно очень важно заниматься своим здоровьем очень важно приводить в порядок свой микробиом микробиом ребенка до зачатия чтобы потом все было хорошо ну и смотреть когда ребенок родится потому что я не знала я уже давно как бы да ну с внуками занимаюсь но я в медкарту в их не заглядывала оказывается ребенку сейчас в роддоме делают несколько прививок прям в роддоме уже делают и от гепатита и амбитменингита и от всего кроме туберкулеза и если раньше как то еще можно было отказаться всегда но я например своего младшего сына не прививала потому что это у меня я уже рожала и мне было почти 35 двоих я своих прививала но у меня была угроза выкидыша я две беременности сохранил а с третьим я ничего не сохраняла всю беременность первого дня до самых родов по утрам я выпивала стакан теплой мочи своей но при этом не выпила ни одной таблетки и не было мне никакой угрозы и я даже поехала в лес с палатками на море вот так протекла моя беременность я поправилась первый раз за всю беременность более-менее потому что я всегда беременность худела то есть я была беременна сыном вставала на учет 53 а было три месяца я весила 47 то есть вот так вот стресс обучение муж вот это все влияло а с третьим сыном я пила мочу потому что я устала сохранять эту берете беременности постоянно меня и зашивали что только не делали и а в матче беременной очень много гормонов и как гомеопатия это работает для человека и поэтому я пила и она была без вкуса утром теплые прям залпом полстакана получалось мне такая чашечка специально была я чашечку это мыла благодарила и все делала во благо для своего ребенка ребенок у меня и всех моих детей самый здоровый плюс дополнительно потом уже поликлинике и в роддоме я отказалась от прививок и они конечно меня вызывали постоянно мозг не трахали говорили как так вы же медсестра как вы можете а я говорил я медсестра и поэтому я отказываюсь и отказалась ну я как раз тогда уже занимался до дашевой водным родом готовилась и как бы сознательное у меня было это зачатие и вот этот ребенок родился здоровый в девять месяцев а старшие мои родились восьмимесячные вот сяду на автобус на поеду поэтому потом дальше наговорю и соединю два видео